Улучшаем вентиляцию в доме. Для правильной работы вентиляции и уменьшения запотевания стекол необходимо обеспечить приток воздуха в помещении. Если не установлены специальные приточные клапаны, то улучшить приток можно подрезав внутреннее уплотнение в верхней части окна. Воздух начнет поступать через дренажное отверстие, прогреваться, проходя через раму и выходить через импровизированный приточный клапан. Ширины в 8-10 см будет достаточно. Процедуру подрезки необходимо выполнить в каждой комнате. Не все знают, что пластиковые окна для сохранения тепла необходимо переводить осенью в зимний режим. Для этого в торцах имеете специальные регуляторы. Варианты бывают разные, но чаще всего необходима отвертка либо гаечный ключ. Поворачиваем регулятор, добиваясь его горизонтального положения. Теперь при закрытии окно будет сильнее прилегать к раме. Не забывайте весной перевести регуляторы прижима в обратное положение. Регулировка дверей шкафа-купе. Частая проблема шкафа-купе перекос двери и в результате ее неплотное прилегание. Для исправления понадобится отвертка либо шестигранный ключ. Отклеиваем уплотнитель. Под ним находятся два отверстия. Регулировка осуществляется через нижнее. Поворачивая болт по часовой стрелке, приподнимаем дверь. Против часовой стрелки опускаем. Результат на ваших экранах. Если у вас в доме напольное покрытие ламинат, то со временем в результате перепадов влажности и температуры между некоторыми досками могут образовываться зазоры. Предотвратить проникновение влаги и грязи поможет обычная свеча. Воск проникает в щель и запечатывает ее. Преимущество этого способа в том, что воск незаметен, не пропускает влагу и так же как и дерево расширяется при перепадах температуры. А теперь в экономии. Помещаем бутылку с водой в сливной бачок. И теперь каждый раз можно будет экономить литр, а то и больше воды. За год соберется приличная сумма. На сегодня все. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео.